Мы продолжаем с вами разговоры или беседы, как мы определили их, об евангелизации, еврейской евангелизации, целях, средствах Господа Бога. И мы с вами договорились на предыдущем занятии до того, что еврейский народ является не только средством, но и целью в планах Господа Бога, ибо верен, не дремлет и не спит, хранящий Израиль. Господь Бог на самом деле не оставил Израиль. И в Новом Завете, или то, что принято называть Новым Заветом, или в сборнике текстов, которые принято называть Новым Заветом, естественно, еврейскому народу уделяется огромное место. Вот об этом мы сегодня с вами поговорим, и поговорим, почему важно христианину из неевреев серьезно относиться ко всему, что Господь Бог связывает со своими планами в отношении будущего еврейского народа. В этой беседе мы поговорим с вами о одном весьма знаменитом месте из послания апостола Павла, или как мы его называем, Шалиах Шауль. Шауль Шалиах, мы с вами говорили это, курьер, посланец Шауль, это оригинальное имя Павла, которое, естественно, по-русски звучит как Саул, или Павел. Саул, понятно, это греческий вариант Шауля, почему? Потому что в греческом языке нет буквы Ш, есть буква С. Поэтому, например, слово Шихина, или присутствие Божие, читается в греческом языке как Скейней, как Скини, или слово Машиах, опосредовано через Мессия, вместо Ш появляется буква С. Отсюда Шауль, естественно, становится Саулом, и дальше становится Павлом, но, естественно, при рождении он получил то же самое имя, что и первый царь Израиля, который тоже Шауль, естественно, никакой не Саул. Точно так же, как и Иисус, Иисус, греческий язык, Ешуа, Шесе, то же самое, та же самая комбинация происходит. Итак, Павел пишет римлянам. Он пишет римлянам письмо, которое известно, это что-то у нас как послание к римлянам в русском подзаголовке, стоит святого апостола Павла, но, или Павла, но, естественно, когда находили эти послания, и когда их канонизировали, когда они находили тексты, естественно, ни у кого из этих посланий не было, ни у какого заголовков. Тем более не было подзаголовка святого апостола Павла. Он, может, и был Павел, если не Саул и не Шауль, но, по крайней мере, не считал себя святым и вряд ли считал себя апостолом в том смысле с нимбом, о котором мы сегодня говорим. Это было обыкновенное письмо, которое он, естественно, никаким образом не считал, Павел, равным откровению Торе. Более того, как мы говорили, в то время не существовало традиций записывания Слова Божьего среди евреев на ежедневный день. И более того, записывалось, кроме Слова Божьего, которое было в Торе, запрещалось записывать какие-то другие тексты по простой причине, потому что это как бы ставило их на один уровень с откровением Божьим. Поэтому существовала традиция так называемого устного закона, который был дан в дополнение к письменному закону, утверждает еврейская традиция, который никогда не записывался. Поэтому для Павла считать написанное равным откровению Торы было бы в чистом виде богохульством, чего он, конечно, не считал. Гораздо позднее, по велению Святого Духа и по обстоятельствам, устроенным Господом Богом, эти тексты были канонизированы и причислены к Святым Писаниям. Однако, когда Павел писал, есть в английском языке такая терминология, которая называется inscriptive или prescriptive. То есть, то, что тебе предлагается или то, что тебе обязаны, вменяются делать. Павел считал все эти тексты предлагаемыми. Мы в дальнейшем разделили их на предлагаемые и обязательные к исполнению. На самом деле, Павел как бы пишет римлянам. Римская церковь достаточно характерная церковь для того времени. Она состоит обязательно из евреев. Не существовало никакой, ни одной церкви, состоящей исключительно из неевреев. По простой причине. Потому что ядром всегда обязаны были евреи. Они были как бы наиболее первыми адресатами. Потом, в зависимости от местности и от обстоятельств, это ядро обрастало неевреями. И Павел как бы использует эту не уникальную, но конкретную ситуацию того времени. Письмо пишется и евреям, и неевреям. Обратите внимание, что в рамках первых церквей евреи продолжали соблюдать все еврейские обычаи и традиции. Неевреи, естественно, нет. Это тот самый момент единодушия без единобразия, когда в церкви все были едины не потому, что они ели одинаково, одевались одинаково, праздновали одинаковые праздники и верили одинаковыми доктринами. Единство, или точнее единодушие, их было обусловлено пониманием того, что у них единый и один Бог, являющийся многообразно разным народом в разное время и требующий от них разных вещей. И на основании этого является достаточно трудным сама по себе задача любить друг друга, когда мы все отличаемся друг от друга. Как я уже говорил, очень просто любить всех, которые согласны со мной, но так поступают и язычники. И вот в этом контексте Павел направляет письмо римской церкви. Теперь обратите внимание, я хочу еще раз подчеркнуть, церковь, которая, как подобно вам, может быть больше, может меньше, мы не знаем о ее численном составе, сидит и внимает письмо, которое Павел пишет римской церкви и среди них существует группа евреев и группа неевреев. Павел в начале письма представляется, это была типичная форма написания всех писем в древнем мире. Павел не подписывался с конца, а с самого начала как бы представлялось, кто пишет. И затем в том, что мы сегодня называем первой главой шестнадцатым стихом, естественно, что в древнегреческих, как и в древнееврейских текстах, не было разбивки на главы, не было разбивки на стихи, более того, не было разбивки на слова. Слова писались в одну строчку с очень простой целью, для того, чтобы сэкономить место, не на бумаге, как тогда было на пергаменте или папирусе, для того, чтобы хранить тексты, невозможно было хранить очень длинные свитки, поэтому цель основная была сделать их компактными. Для того, чтобы сделать их компактными, люди писали все в одну строчку, не разделяя слова. Для разделения слов использовались так называемые софитные или конечные буквы. Например, буква хав внутри текста писалась одним образом, внутри слова. В конце слова она обозначалась иначе, хотя это была одна и та же буква. Для чего это делалось? Для того, чтобы люди знали, что здесь заканчивается одно слово и начинается другое слово. Если же буква была не софитная, это очень часто приводило к конфузиям, которые, например, есть в самых ранних текстах книги Бытие, когда текст пишется в одну строчку, и мы с трудом можем определить, как он был разбит. Начиная с самого первого стиха Писания, когда мы читаем, в начале сотворил Бог небо и землю, или Но можно прочитать и иначе, если мы разобьем иначе, что значит совсем другое. И мы остаемся перед дилеммой, какое правильное выбрать. Ответ не знаю. И никто не знает. И никогда не узнает. Раввины говорят, что дело не в том, как вы разобьете. Господь Бог, по определению, когда ставил две опции, или два варианта разбивки, или три варианта разбивки даже существуют, и то, и другое, и третье являются одновременно правильным. Вопрос состоит только в том, чтобы далее, когда вы будете толковать текст, ваши толкования были последовательными по отношению к вашей первичной разбивке. То есть в рамках текста у людей остается инвариантность или многовариантность толкования текстов. Важно, чтобы лишь ваши толкования были последовательными, соответствовали одно другому, не противоречили одно другому. Для меня, кстати, это замечательный символ или признак того, что Господь позволяет нам по-разному толковать различные места Писания. И ищет того, чтобы мы, несмотря на различные толкования, тем не менее, имели возможность находить общение и единодушие друг с другом. В первой главе в 16 стихе, естественно, не 16 стиха, не в первой главе, Павел делает очень серьезное замечание. Он говорит, ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно и сила Божия ко спасению всякому верующему. Во-первых, Иудею, потом и Эллину. Вы видите, в русском тексте есть курсив, потом. Когда мы находим в русском тексте курсив, это признак того, что в оригинальном тексте такого слова нет. То есть, как бы, оригинально, или, по крайней мере, то, что до нас дошло, мы не знаем. То есть, есть различные списки или автографы Нового Завета, которые иногда читаются по-разному, в наиболее лучшем и компилированном, то есть, состоящем из нескольких разных сравнительных текстов, варианте, то, что дошло до нас, слово «потом» не существует. И есть, например, всякому верующему, во-первых, Иудею и Эллину. Но, естественно, контекст подразумевает вот это вот слово «потом». Подумайте на секунду. Вы церковь. Я тот, который принес письмо от апостола Павла. Человек создан таким образом, что он не хочет быть белой вороной. Ему очень неприятно, когда его выделяют в одну или другую сторону, потому что это вызывает определенные обязательства с его стороны. Тем более, в среде, которая вряд ли можно назвать дружественной по отношению к евреям, в Риме. В церкви новоиспеченной, в которой есть и евреи, и неевреи. Человеку свойственно чувствовать себя хорошо в ситуации некого квазикоммунистической, когда все равны, описанные Пушкиным, как на подбор, и с ними дядька Черномор, или кто-нибудь из этой серии, то есть все равны, все хороши, все одинаковы. Не надо никому завидовать, не надо никого выделяться. Но тут Павел сознательно делает отличие в рамках первой церкви. Он сообщает этой церкви, в которой, представьте, сидят и евреи, и неевреи. Он говорит, что он не стыдится благовестия Христова, причем делает это сознательно. Которая сила Божия ко спасению всякому первичу, он говорит, во-первых, иудею, а также и еврею. То есть он как бы сознательно вводит, если не раскол, то некое зерно, достаточно проблематичное, на основании которого вот в этой первой церкви люди должны как бы смотреть друг на друга и думать, почему же все-таки вот этому во-первых, а вот этому во-вторых. Естественно, это достаточно проблематичная ситуация, с которой пытаются 2000 лет уже работать христианские теологи или богословы всех мастей. Естественно, неповерно понимаемое ими понятие равенства как единообразие приводит их к тому, что они выдвинули теорию о том, что понятие во-первых имеет чисто историческую окраску, то есть когда-то до распространения Благой Вести Евангелие проповедовалось во-первых еврею, а потом естественно и эрею. Вопрос, который нас интересует, это вопрос греческой грамматики. Мы вступаем с веру достаточно скучную, но я попытаюсь сделать это достаточно популярно, чтобы нам было понятно, о чем на самом деле идет речь. Вопрос, который стоит у нас или который ставят в богословы. Я не стыжусь благовестия, которое есть. Вот это вот слово есть, имеет ли оно отношение к слову, только я не стыжусь, оно в настоящем времени, слово не стыжусь, оно есть сила ко спасению, вот имеет ли отношение слово есть к понятию сила ко спасению, или же оно имеет отношение как к понятию сила ко спасению, так и к понятию во-первых Иудея. Что это значит? Если мы сможем ответить на этот вопрос, то мы наверное сможем понять, имеет ли понятие спасение во-первых Иудею отношение только к какому-то конкретному промежутку времени до образования церкви, или в первое время после образования церкви, или же оно имеет отношение и к нашему времени. Итак, во-первых, слово во-первых, все наверное знают слово протон, вот это вот и есть то самое слово, которое появляется в греческом тексте, во-первых, слово как бы протон. Но что оно значит? Когда мы смотрим на септуагинту, еще раз, септуагинта, это еврейский перевод текста на греческий язык, осуществленный евреями до нашей эры, в самом общее скажем, для того, чтобы евреи, находящиеся в диаспоре, смогли продолжать читать Тору. Почему? Потому что евреи, которые жили в диаспоре, они постепенно забывали еврейский язык. Единственным способом достичь их было все-таки перевести еврейские писания на греческий язык. Естественно, септуагинта не писалась с мыслью о язычниках, которые будут ее читать. Это последнее, что на самом деле волновало толковников. Их забота была от начала до конца о евреях, которые как бы забывали служение, становились греками или становились эллиными. Как я вам сказал, евреям можно родиться, но не обязательно умереть. Точно так же можно родиться неевреем и стать евреем. Итак, слово протон или слово во-первых, что оно обозначает? Септуагинта использует это слово в двух вариантах или в двух переводах. Оно использует ее как перевод с еврейского решон, который обозначает первый, так и хад, который переводится как один. То есть здесь две категории, первый и один. Существует лексикон греческого языка, составленный таким ученым, которое имя Тайр. Я не знаю, говорит ли вам это о чем-то или нет, но просто примите к сведению, это достаточно авторитетный источник в богословской среде. И он делит по степени употребления это слово на три категории. Первая категория, это категория по времени, вторая категория по почетности, это как бы в первых рядах и так далее, и третья по приоритету, то есть по времени, по почетности и по приоритету действий. Так вот, Тайр со всеми его знаниями относит слово, которое употребляется здесь, к третьей категории, то есть по приоритетности, то есть иными словами утверждает он, если у вас есть возможность идти проповедовать Евангелие, Иудею или Эллену, то что есть здесь, то что рекомендуется здесь, вы должны это делать с евреем. Даже если у вас есть 50 элленов и один еврей. Мы дальше больше поговорим об этом, но это то, к чему склоняется Тайр, в его понимании слово протон, протоз здесь первый или во-первых. Мы идем дальше, есть еще один не менее авторитетный источник, это тоже лексикон двух таких ученых, Арт, его зовут, другого зовут Генрих, Арт и Генрих, они в своем лексиконе указывают на то же самое, они ставят это слово в той же самой категории. Еще один известный ученый Джим Сибли, которого мне довелось знать достаточно близко, который прожил много лет в Иерусалиме, он опять-таки указывает на то, что стандартный, это уже третий источник, греческий лексикон, греческо-английский лексикон в данном случае, ставит опять-таки слово во-первых, в эту третью категорию. То есть, существует огромное количество авторитетных источников в богословском мире, которые говорят, что понятие во-первых не значит временной, не значит по почетности для этого, а значит необходимый приоритет, который мы всегда должны соблюдать в проповеди Евангелия. Все они указывают на одну интересную вещь. Если мы говорим, и в настоящем времени говорим, очень важный момент в греческом языке, в настоящее время, честность, хорошее качество, то мы имеем в виду, что честность, хорошее качество всегда. Мы не имеем в виду, что оно было хорошим качеством. Именно в этом контексте утверждают, а не употребляется здесь понятие во-первых иудею. Оно не было хорошо во-первых когда-то. Факт, что оно употребляется в определенной форме настоящего времени, указывает со всей очевидностью настоятельность или необходимость проповеди Евангелия Иисуса Христа, во-первых, иудею даже сейчас. Итак, если мы с вами соединим таким образом великое поручение в книге Евангелия от Матфея 28 главе, о которой мы с вами говорили на предыдущих занятиях или беседах с тем, что пишет здесь апостол Павел, то мы придем к простому заключению, которое состоит в том, что мы должны идти и проповедовать Евангелие. Помните, мы с вами говорили о неких концентрических окружностях, проистекающих от Иерусалима, Иудеи, Самарии и до концов земли. Это тоже приоритет. Сравнивая с тем, что есть у апостола Павла, это должно быть всегда, потому что это в настоящем времени, во-первых, иудею. Почему это должно быть? Это вопрос другой, мы поговорим об этом несколько позднее, но пока надо помнить одну замечательную вещь, которая была, называется, Заветом с Авраамами, которая помещена в формат 12 главы книги Бытия, в которой Господь Бог говорит, что Он заключает завет с Авраамом, и Он говорит, благословляющих тебя благословлю, и из благословящих тебя прокляну. Богословы, как я уже говорил, делят заветы на две категории. Одна категория – это заветы безусловные, другая категория – это заветы условные. Завет с Авраамом является заветом безусловным. Как показывает другой известный еврейский ученый и богослов доктор Фрухтенбаум, он указывает на одну интересную вещь. Если в древние времена на Востоке закон или завет, или договор, кстати, на иврите договор или завет, его не заключают, его обрезают, именно отсюда обрезание. То есть, когда заключался или обрезался такой завет, он заключался между двумя сторонами, которые резали, обрезали жертвенных животных и раскладывали их по двум сторонам между собой. После этого на Востоке люди проходили взад-перед. Это обычай, который описан в древних текстах во многих восточных народах. Проходили взад-перед между этими жертвенными животными. И это было символическим актом заключения завета между этими двумя племенами или народами. В случае с Авраамом имеет место интересная вещь. Мы читаем, когда Авраам уснул, Господь сам прошел между тушами жертвенных животных, как бы заключая завет не между собой и с Авраамом, а заключая завет между собою и им одним, как бы обещая Аврааму верности еврейскому народу без обязательных обязательств, без обязательств со стороны Израиля. Это был так называемый, как характеризуется богословами, безусловный завет. В зависимости от того завета, который был заключен позднее, вернее, в отличие от того завета, который позднее был заключен с Моисеем, и который в 28 главе книги Второзакония характеризуется многочисленными, если ты будешь то-то, 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 то я тебе дам вот это, а если не будешь, и в дальнейшем следует список проклятий. Так вот, поскольку завет с Авраамом по всем параметрам, которые определяет доктор Фрухтенбаум, является заветом безусловным, то он надлежит быть к исполнению и вечным, в отличие, как считает тот же Фрухтенбаум временным, мы можем спорить по этому поводу, заветом с Моисеем. Так вот, завет с Авраамом является вечным заветом и надлежащим к исполнению любым человеком, любым христианином в любое время его пребывания на земле. Поэтому, вот эта заповедь в соединении с 28, который мы читаем из апостола Павла, в соединении с 28 главой книги от Матфея, будучи соотнесена с заветом, с заключенным с Авраамом и определенным, как завет вечный и безусловный, является руководством к действию для сегодняшнего христианина в любом случае. При этом, очень важно это отметить, мы будем говорить об этом дальше, более развернуто, когда мы разберем с вами знаменитые 9, 10, 11 главы послания к Крыминам, при этом, Павел совершенно четко позиционирует себя как апостол неевреев, как апостол язычников. Зафиксируйте себе этот абсолютно важный факт. Люди говорят, я служитель, или я евангелист среди евреев, я служитель среди неевреев, и это определяет приоритеты в моем служении. Дорогие братья и сестры, дело в том, что трудно найти более посвященного служителя неевреям, чем был апостол Павел, который сам определяет себя как служитель неевреев, и он говорит, что он гордится, или не стыдится, и он радуется тому, что он и есть служитель неевреев. Тем не менее, именно этот апостол, который определяет фокус своего служения как служения неевреям, именно этот апостол приводит знаменитый тезис о том, что, во-первых, причем в настоящем времени, продолжающемся в настоящее время, безусловно, на безусловных заветах основанном, сегодня приоритетным для христианина, нееврея, является евангелизация или проповедь Евангелия евреям. Это очень важный момент. Нам не безразлично современная церковь, и у нас есть, что ей предложить. Поддержите наш проект «Молитва и финансами». Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте www.tvseminary.com Мне кажется, одно из того, что потеряла современная церковь в виде благословения, это отказ или практически полный отказ от проповеди Евангелия евреям. Потому что, хотя здесь пишется, во-первых, иудею, то сегодня парадигмой проповеди евангелизации является проповедь евангелизации неевреям. Если только есть возможность, время, настроение и соответствующая сытости, расположение души и духа, то может быть только тогда потом я пойду проповедовать Евангелие евреям. Отчасти это происходит из невежества, потому что христианство давным-давно отказалось искать, копать и понимать еврейский подход, в том числе свои собственные корни. Отчасти это происходит из-за неудовлетворенности мизерным результатом. Естественно, намного эффективнее проповедовать группе людей, в которой находится 50 тысяч человек против группы, в которой находятся 2-3 человека, результат, который, как правило, исторически оказывается плачевным. Вопросы или причины могут быть самые разнообразные. Тем не менее, фактом является простая вещь, что сегодняшняя церковь утратила огромную часть своих благословений, по моим представлениям, именно из-за сознательного отказа не следовать предписанию апостола Павла и отказа от понимания необходимости соблюдения или приведения свою жизнь с безусловным обетованием данным Аврааму, данному Аврааму в 12 главе книги Бытие. Надо запомнить одну простую вещь, последнее, что мы скажем в этой части лекции, мы продолжим именно эту тему о римлянах 1-16 во второй части нашей лекции. Так вот, важно запомнить одну вещь. Не существует в принципе, не существует того, что называется домашней миссией и зарубежной миссией. Мы говорим, есть домашняя миссия, это тогда, когда я проповедую Евангелие по месту своей жизни, и есть зарубежная миссия. Сейчас очень модно отправляться в зарубежные миссионерские поездки. Причем это поразительно, иногда бывает до боли радостно смешно, когда мексиканцы идут проповедовать Евангелие в Америку, а американцы идут проповедовать Евангелие в Мексику. Тратится огромное количество денег в поиске переводчиков в этих странах, результат, как вы сами понимаете, соответствующий. Однако, это называется идти проповедовать Евангелие. В результате американские миссионеры едут в большом количестве сюда, в то время, как в Америке становится все меньше церквей и христиан, правда, к сожалению, на которую, которая ничего кроме сожаления не вызывает. В то же самое время русские все больше и больше ищут возможности поехать за границу и отевангелизировать там либо своих братьев по языку или кого угодно. Но я подозреваю иногда просто, чтобы поехать за границу. Прости меня, Господь, Бог, за это суждение. Суть не в этом. Не существует таких понятий, которые я вижу здесь, как миссия домашняя и миссия зарубежная. Что да, существует. Существует миссия среди А. евреев и Б. Миссия среди неевреев. Все остальное, включая учебники по миссиологии, по евангелизации и прочие разные трюкообразные пособия и учебники есть ничто иное просто как человеческая выдумка с целью оправдать свое собственное существование, иногда не очень славное в Иисусе Христе. Но для того, чтобы офис существовал, ему надо придать видимость занятости. Для того, чтобы существовала моя должность, она должна быть наполнена не только денежным содержанием, она должна быть еще и наполнена некой значимостью. К сожалению, эта значимость не всегда проистекает из непосредственных требований Писания, которая абсолютно точно разделяет всю нашу миссионерскую деятельность на две неравные группы с точки зрения человеческого понимания. Одна группа это группа служения среди евреев, и другая группа это ремиссия это служение среди неевреев. Если мы попытаемся сейчас подытожить и сделать абсолютно принести порядок для того, чтобы я понимаю, что достаточно штормообразно меня облечет туда, знаете, знаменитая фраза «Как Господь мне скажет». В самом деле этой фразой мы, как правило, оправдываем свою неупорядоченность мыслей и отсутствие приоритетов в служении и нежелание нести ответственность за каждое свое слово дело вчера, сегодня и завтра чем реальное положение вещей. Куда меня Бог приведет там и будет хорошо. Дорогие мои, на самом деле вариантов не так много. Простой порядок вещей говорит вам, что во-первых это очень просто две-три фразы на одном листе бумаги чтобы избежать оправдания своего действия или бездействия так называемой волей Божией. в вашей жизни Божья воля заявлена но мы делаем знаете как мы обращаемся к Господе Господь мы ищем твою волю Господь отвечает мы говорим прости не слышу что ты сказал Господь Бог говорит изо всех сил я тебе сказал тогда мы используем метод еврейских пальцев говорим не понял скажи громче и когда мы убеждаемся что Бог нам не отвечает мы говорим я буду искать Божью волю сам быстро раз исполняет свою волю между тем суть не на этом воля Божия универсальна для всех в смысле законоположения в смысле применения этого законоположения но не выдумывания никого другого есть имплементация или использование воли Божией на каждый момент своей жизни и вот на чистом белом листе для любого миссионера в том числе для которого видится основное служение язычников написано как говорят израильтяне Шахор Аль Габей Лаван или по-русски черным по-белому во-первых Иудею вы проснулись утром что вы должны сделать самое первое помолиться Господу Богу и поблагодарить за благословение которое он вам дал проснуться к новой жизни и подумать о том что вы можете сделать сегодня чтобы поделиться Евангелием во-первых с Иудеем даже если вы служитель в миссии которая проповедует преимущество Унгурам это не имеет значения ваш приоритет если есть возможность проповедовать во-первых Иудеем это воля Божья в вашей жизни однозначная а также если вы хотите добавить вы можете имеете право хотя это не совсем текст потом Курсиум и Эллином когда у вас есть такой совершенно простой порядок в голове и в душе вам не надо искать мифической иллюзорной воли Божьей потому что она давным-давно заявлена здесь просто и понятно очень часто евреи которые приезжают в Израиль они мотивируют это различными идеалистическими побуждениями но есть другая группа евреев которые не приезжают в Израиль благо бы они все были неверующими в Христа тогда мне было бы понятно почему они езжают в Германию в Америку и в разные другие страны но многие из них веруют в Христа и они говорят что хотя мы точно знаем невозможно этого избежать что Библия определяет как возвращение еврея в Израиль как одну из заповедей Божьих мы можем об этом говорить я могу показать бесчисельное количество тем не менее они говорят это общее утверждение которое меня не касается потому что лично я не получил указания от Господа Бога возвращаться в Израиль это напоминает мне конкретно вот эту вот ситуацию то есть есть как бы свод законов положений которые касаются народа которые есть конституция но есть люди которые говорят это конституция которая касается народа вообще но не меня в частности если человек который не захочет подчиняться правилам конституции в той или иной стране он одномоментно попадает под действие под конституционного акта который называется уголовным кодексом точно так же и здесь если человек христианин не желает подчиняться тому что является конституцией для верующего человека Слово Божие и не желает выполнять вот эту вот заповедь для приобретения благословения кстати говоря для самого себя своей семьи своей церкви своей страны а именно если он не желает выполнять вот эту вот заповедь проповеди евангелия во первых иудею то он подпадает под уголовный кодекс того же самого нового завета и Господь Бог наказывает его отсутствием благословения в его жизни хотя человеку свойственно думать что многие вещи которые он получает в жизни являются именно средствами его праведной жизни читай благословением дорогие мои получение тех или иных благ материальных душевных или духовных иногда отдается нам Господа Богом как аванс и не как награда за наши правильные следствия за его словами а вопреки тому что мы делаем потому что Господь Бог благ поэтому мы не должны спутать временные успехи или даже достаточно длительные успехи в нашей жизни с совершенной волей Божьей мы знаем что есть понятие совершенной воли Божьей и попускающей воли Божьей совершенная воля Божья в миссионерской деятельности выражена совершенно однозначно апостолом язычником Павлом который утверждает что проповедь Евангелия которой он не стыдится должна быть всегда во-первых иудею и так же и эллину и это с его точки зрения гарантирует нам благословение обещанное свое время Аврааму в книге Бытие аврааму аврааму в книге Продолжение следует...